37 миллиардов рублей задолжали свердловчане банкам. О том, что по кредитам нужно платить, судебные приставы решили напомнить заемщикам лично. Правда, не до всех удалось достучаться. Неплательщики нередко запутывают следы, скрывая адрес и свое имущество. Какие сказки должники рассказывают приставам, услышала и Юлия Анашкина. Судебные приставы открывайте! Стук в дверь место звона будильника. Время платить по счетам. Это утро у Игоря явно недоброе. Его разбудили приставы. Требует срочно погасить миллионы долг перед банком. Мужчина словно в кошмарном сне. Ведь, говорит, с банком он обо всем договорился. Вот этого никто не предполагал. Потому что договоренность с безопасником есть. Мы с ним договорились. Сумма. Вот он говорит, 5 тысяч тебя в месяц устроит, если ты будешь потихоньку выплачивать. Тогда, говорит, ничего никуда не двигается. Все. Вот я полгода выплачивал по 5 тысяч. И вот мы ждали вот этого, как бы моего вступления в наследство. Однако договоренность была только на словах. Поэтому должник пытается дозвониться до службы безопасности банка. Приставы советуют поберечь деньги. Им телефонного разговора мало. В счет долга у Игоря забирают бытовую цифровую технику. Однако увезти добро не получилось. Поэтому исполнители дают неплательщику еще три дня отсрочки, чтобы он предоставил необходимые бумаги. Иначе его вещи уйдут с молотка. А сам мужчина попадет под уголовную статью. У его товарища по несчастью Дмитрия долг перед банком в разы меньше – 157 тысяч рублей. Но у него все равно забирают автомобиль. Заемщик должен сдать его на хранение и за пять дней вернуть деньги. Иначе машину доставят на торги. У вас есть возможность сейчас платить? Появится. Вы как-то на работу еще одну устроитесь или что? На 10. О том, что долг платежом Красин приставы напоминают по 10 раз на дню. Сейчас в должниках числится 67 тысяч свердловчан, которые не вернули банком 37 миллиардов рублей. Самое сложное – достучаться до них. Ведь многие адреса заемщиков липовые. Там живут совершенно посторонние люди. А Сафонову Марину вы слышали? Нет, 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 нет. Такой нет. Вот что? Сафонову Марину. Вот ее. У закрытых дверей приставы часто оказываются еще и потому, что сами банки должным образом не проверяют информацию о заемщиках. Из-за этого исполнительное производство затягивается. Как правило, должники скрываются и скрывают, конечно же, свое имущество. Здесь налажено взаимодействие с правоохранительной системой. Должники объявляются в розыск. Так, судебный пристав исполнитель выносит постановление о розыске не только самого должника, но и имущество, принадлежащего должнику. Так что расплата должников ждет в любом случае. К примеру, если они безработные, заемщиков в кратчайшие сроки трудоустраивают через центр занятости. Самым лучшим стимулом для них по-прежнему считается арест имущества. Почему-то после этого деньги всегда находятся. Юлия Анашкина, Николай Косарев, Новости 41-го канала.